11.06 в Кирове. Сегодня среда и это программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. И у нас сегодня тема «Разделяй и властвуй, как бизнес формирует ответственное потребление». Тема, с одной стороны, звучит вроде как скучно, но когда я вчера погрузился в эту тему, я понял, что я многого не знал об этой жизни. Точнее, я знал, догадывался, встречался, наталкивался, но оказалось… И даже кое-что сам делал. Да, но оказалось, что это всё связано в единую такую сеть, структуру, и, в общем, всё в мозгах встало на правильное место. Почему, как бы, у меня встало на правильное место? Не так давно ездил в Берлин, даже уже заикался об этом, и те вещи, о которых я вчера читал, я понял, что они как раз мне показались удивительными. Это когда люди минимизируют упаковку, и школьников учат пользоваться твёрдым шампунем, например, потому что там не нужен пластик. Ну, то есть кусочек мыла, только это не мыло, а шампунь. Люди, семьи богатые, с доходами хорошими, с недвижимостью в собственности, не имеют автомобиля, ездят на велосипедах и общественном транспорте. Стоят контейнеры для одежды, которую ты можешь сдать и которая уйдёт либо в третьи страны, либо нуждающимся. Либо в секонд-хэнд, либо в переработку. Минимум яркой иллюминации на улице, это особенно бросается в глаза, когда ты возвращаешься в Россию, видишь в Москве эти яркие витрины, всё светится, переливается огнями, там этого нет. Там достаточно скромное освещение. И покупка продуктов в эко-маркете, раздельный сбор мусора, понятно, что и все эти программы ответственного потребления, они со школьной скамьи, с детского сада уже детям внедряются в сознание. И дети уже понимают, для чего это всё. Но мы сегодня будем говорить об этом в России, где ответственное потребление пока только на начальной стадии. И, наверное, и будем говорить с точки зрения бизнеса, насколько это интересно, как нишевый продукт, насколько перспективно воспитывать своих потребителей. А может, потребители и сами вырастут и начнут потреблять именно ваш продукт, а не чей-то другой. Представляем наших гостей. Я считаю, что это человек, которого я первым представлю, это пионер в сфере ответственного потребления не только в нашем регионе, но и в нашей стране. Это Екатерина Матанцева, руководитель компании по производству натуральной косметики МИКО. Катя, добрый день. Илья Сагаев, основатель и владелец компании «Водовоз» из русского села. Ильяс, добрый день. Добрый день. И Сергей Хорошев, менеджер «Леруа Мерлен Восток». Добрый день, Сергей. Добрый день. Во втором части у нас произойдёт смена состава, и ещё четыре предпринимателя будут у нас в студии. И я вам хочу сказать, что вот то, что у нас семь человек сегодня будет без телефонных звонков от бизнеса, который мы специально подцепляем, хотя мы, конечно, принимаем в прямой эфир 211-101 ваши звонки, вот это уже показатель того, что об ответственном употреблении не только задумываются, читают и реагируют на то, что происходит в других странах, но и уже активно внедряют бизнесмены в своём производстве, в своём офисе. И, может быть, кто-то в своём доме. Обычно, наверное, с дома и начинается, Катя. Как считаете? Ну, наверное, да. В первую очередь задумываешься о том, как сделать свою жизнь более комфортной и безопасной, да, потому что, когда мы говорим об ответственном употреблении, мы всё-таки задумываемся о своём здоровье в том числе. Вот. Потому что если ты питаешься чем-то неполезным, но при этом разделяешь мусор, да, это будет очень странно выглядеть. Вот. Но, тем не менее, конечно, вот особенно молодое поколение, 20 лет, да, которому 25, они больше склонны заботиться об окружающей среде. Вот. И, наверное, вот эти предпосылки, да, более молодое предпринимательство идёт, которое тоже начинает свой бизнес уже тоже делать более экологичным. Вот очень хорошую статистику Олег подготовил, прислал. Я сегодня рано утром 6 часов читала эту подборку и смотрела. Как раз что касается поколений, то по исследованиям атрибутов здоровья и здорового образа жизни, готовности разных поколений платить за них премию, это значит, готовы покупать по цене чуть выше, например, рынка за продукт, который следует правилам ответственного потребления, то действительно поколение Z, вот поколение, начинается которое с 1994 года, для 30% из этого поколения высокая значимость вот такого продукта и высокая готовность платить премию, даже больше, чем значимость, 31%, у миллениалов, те, кто родились с 1980 по 1993 год, у них 33% считают, что это очень значимо, но платить готовы 29%, там, например, процентов повышенную премию. У тех, кто родился, как мы с Олегом, 65-го по 79-й год, не скажем, когда точно поколение X, в один год мы родились, 32% считают это значимым, но 26% готовы платить повышенную премию. И дальше по нисходящей бэби-бумеры, это 50-й, 65-й, 32% считают, все считают значимым, очень высоко, но платить готовы 23%, и молчаливое поколение, те, кто родились до 1945 года, 24% говорят, да, значимо, но 15% только готовы платить повышенную премию. Тем не менее, мы видим, что треть населения готовы к этому и даже требуют этого. Итак, понятие в экономике, в ответственном потреблении, вот сжатое, если так характеризовать, говорит о том, что это такое потребление, которое подразумевает экономное использование природных ресурсов в рамках удовлетворения только лишь необходимых потребностей, только необходимых, нет избыточному потреблению. Вот что такое ответственное потребление. И когда мы говорим о бытовой истории, это понятно. Вообще, ну, каждая хозяйка должна вести учет. Не покупать лишнего, покупать необходимое, изредка баловать, чтобы это было как подарок, да, и тогда все, и будет вам счастье. Кстати, по тем же исследованиям, люди, которые ограничиваются и довольны тем, что обеспечивает их необходимый и нужный, счастливее с точки зрения психологов, статистики и социологии, чем люди, которые потребляют без ограничений, и даже тут нет значимо, не так влияет, как высок доход этих людей. То есть есть, конечно, шапоголики, которые там в кредит берут айфоны, например, бесконечно, но есть и люди, у которых денег достаточно, и они покупают много, но счастливее от этого не становится. Вот об этом говорят тоже последние исследования. У нас здесь три представителя. У каждого представителя, у каждой компании есть своя история. И коротко скажем, что Ильяс вчера представлял в рамках недели, эко-недели в Кирове, своё производство. И по поводу производства воды есть что сказать, хотя кажется, на чём тут можно сэкономить, чтобы достать эту воду, значит, из каких-то подземных слоёв разлить и отвезти, и как здесь внедрить ответственное потребление. У Екатерины длинная очень история по производству натуральной косметики. И не случайно, я вчера в исследовании, когда изучал исследование Сколково, один из как раз примеров такого бизнеса компании МИКО. То есть там немного примеров, на самом деле, в большом масштабном стостраничном исследовании Кировская компания частная является примером для многих подобных компаний в стране. Ну и у Сергея очень интересно будет узнать, всё-таки компания Леруа Мерлен, компания с мировым опытом и внедрение осознанного ответственного потребления и стандартов ответственного потребления для такой компании – это тоже определённая вещь и позиционирования, и маркетинговой стратегии. Катя, если не против, предоставим слово сейчас Ильясу. Вы как первопроходец резюмируете это всё. Ильяс, что можно сделать с производством питьевой воды для того, чтобы можно было ответственно сказать, что стандарты ответственного потребления у вас на производстве применяются? Я чуть скромнее бы сказал, что мы идём к этому пути, но что мы достигли стандартов полностью ответственного потребления – это очень высокая оценка. Спасибо, Свет, что после увиденного ты дала её. Да, я вчера была в туре по предприятиям как раз. Но мы в начале пути, я думаю, что всем нам ещё большой путь предстоит. Что мы сделали, я могу рассказать, какие вещи мы сделали. Мы принципиально отказались от использования одноразового пластика. То есть мы совсем не выходим на рынок вот этих маленьких пластиковых бутылочек. Несмотря на то, что, как мы говорим, спрос на это есть, наши клиенты спрашивают, мы придумали другое решение. Мы нашли пластиковые многоразовые бутылки без бисфенола специально. И эти многоразовые бутылочки стильные очень, можно носить с собой. Ты вчера их видела, да, что они себя представляют. Их можно наливать воду с собой. Это не только дешевле, но ещё и очень экологично, потому что мы не производим ради 0,5 литров воды, которую можно выпить 4 за день. Мы не производим этот пластиковый мусор. Далее, как требование жизни, это цифровизация бизнеса. То есть если хочешь быть современным, на самом деле сегодняшний мир, он сам так или иначе двигает к тому, чтобы мы отказывались от многих вещей, которые применяли раньше. Например, после разработки платформы, кстати, мы работаем с разработчиками платформы ДОДО. Они начинали именно с этими ребятами из Москвы, и мы сейчас с ними разрабатываем цифровую модель бизнеса, нашего платформы бизнеса для воды. И мы смогли благодаря разработке этой цифровой платформы отказаться при приёме передачи заказов от бумажных документов. То есть все подписи, всё мы собираем на планшете, в электронном виде к вам приходят, протягивают планшет, вы в нём расписываетесь. Счита, счета фактуры мы тоже подавляющему большинству клиентов выставляем электронным видом. К сожалению, кстати, если вдруг кто-то думает, что здесь достигается большая экономия по деньгам, увы, нет. Потому что отправка такого электронного документа в системах, которые верифицированы и принимаются налоговые службы, в том числе потому, что у нас бизнес полностью прозрачный, к сожалению, стоит столько же или иногда даже дороже, чем тратить бумагу и делать это всё в бумажном виде. Но зато могу сказать, что у нас эффективность достигнута такая, что у нас больше, чем 5000 клиентов. Всю эту информацию обрабатывает один бухгалтер. Один. Вот, это второй шаг ответственного употребления. Третий. Мы сознательно работали с тем, чтобы исключить пластиковый мусор в попадании в общие отходы. У нас заключён договор с компанией по производству плитки. И пластик, который мы собираем, они забирают. И последнее наше нововведение. Есть транспортировочные пакеты, в которых мы довозим, чтобы обеспечить чистоту бутыли. Ну вот бутыль сама, а она упакована в такой целлофановый пакет. Да, в пакет, потому что иначе, да, все знают, как выглядят, к сожалению, наши улицы, как наши дороги, и никому не будет приятно, если чистая вода приедет в грязной бутылке. Это важно. Эта цель достигается, но после этого мы теперь снимаем эти пакеты. Раньше мы оставляли их клиенту. Сейчас мы снимаем эти пакеты сами, забираем к себе на производство, спокойно упаковываем и точно так же отдаём на переработку. Поэтому много это или мало судить, наверное, вам, но каждый раз, когда мы видим возможность какую-то подходить осознанно к тому, что мы употребляем, компания «Водовоз» из русского села эту возможность использует. Я считаю, что да, это часть клиентов действительно просит двигаться в эту сторону, но часть, наоборот, как бы считает, что ерунда, это всё. Но надо двигаться вперёд, и вперёд — это, конечно, мир, в котором мы дышим чистым воздухом, в котором наши дети пьют чистую и принципиально чистую воду. Не удержался. И входят по чистой земле. Собственно, это наше будущее. Я в него верю, искренне абсолютно, и свой скромный вклад в достижение этого будущего несу. — Просто я хочу отметить, что компания «Водовоз» отказалась от выставления в маркетах, в магазинах, бутылочек по 0,5, бутылочек по 5 литров, вот этот весь пластик, чтобы его не генерировать в большом количестве. — Вот я не понял, и хотел уточнить у Ильяса тему с этими бутылочками. Я правильно понимаю, что это такие спортивные бутылочки? — Вот Светлана... — И какое отношение они имеют к воде? — Вчера, значит, просто сказала мне принести эту бутылочку. Я сейчас подумал, господи, как это было бы хорошо. То есть эта бутылочка 0,5, которая просто, она выглядит хорошо, ты можешь её носить в офис, работать. Это не пластиковая спортивная бутылка, как таковая. У неё очень красивая крышка, очень красивая форма. То есть это прям долгая работа по поиску правильной формы бутылки, чтобы ты мог её носить всегда, в повседневной жизни. — И там ещё надпись мотивирующая на ней. — Да, значит, это сбалансированная вода, в ней 6 полезных микроэлементов. Она брендирована очень лаконично. И смысл в чём? Что вот не всегда под рукой, вот сейчас спасибо вам, значит, у нас есть здесь вода, и мы можем, когда необходимо, попить. Часто мы приходим, куда-то выходим, и доступа к воде, особенно к чистой воде, принципиально чистой, его нет. Но хочется пить как бы полезную воду. И это очень удобно. Ты дома уходишь на работу, набрался... — Налил из большой бутылочки. — Налил из большой бутылочки с собой, пришёл, и где бы ты ни был, у тебя есть доступ к чистой воде. И это действительно, если посчитать, то это ещё и в 5 раз... Мы не платим же за упаковку, и это реально в 5 раз дешевле, чем покупать вот в пластиковой одноразовой таре. — Понятно. — И тару ты не выбрасываешь. — И тару не выбрасываешь, мусор не производишь. — Что касается... После вот того, как вчера состоялся блок-тур на 3 предприятия, это как раз был водовоз, это была компания МИКО и компания по микрозелени, был мастер-класс в Леруа Мерлен по раздельному сбору мусора. Вот здесь Ильяс когда говорил, из какого пластика изготовлена вот эта бутылка для того, чтобы брать с собой, ты сказал там... — Без бисфенола. — Без бисфенол. — Что за элемент такой? — Ну, вообще, значит, действительно справедливо очень часто говорят о том, что что-то из пластика может попадать в организм. Вот это что-то называется бисфенол. Значит, это вещество, которое используется при производстве пластика, оно удешевляет технологию. То есть пластик с бисфенолом стоит дешевле, чем пластик без бисфенола. Но при этом вот были большие исследования и в Европе, и так далее, что действительно в том пластике, в котором есть бисфенол, при определенных условиях, а это условия высокая температура, поэтому мы с вами знаем, не надо греть в пластиковых контейнерах, если ты не знаешь его состав, как бы не надо греть в нем до высокой температуры. — Да, то есть перекладывайте, пожалуйста, на стекло, на любую посуду, которая не содержит как бы пластика, потому что там есть риск передачи. И этот бисфенол находили даже в организмах детей, которые потребляли вот таким образом посуду. Но при этом вот одно из исследований НИИ Сысина, а это одно из ведущих НИИ в нашей стране, было проведено исследование, в котором показали, что исследовали специально, передается из воды, не передается. Обнаружили ту же самую зависимость, что передается при высоких температурах. И вот для нас принципиально, чтобы пластик, который мы, в том числе, клиентам даем, чтобы риск этот был минимален или исключен вовсе. Конечно же, мы не нагреваем воду ни до каких. Мы ее добываем, она естественной температуры около 3-4 градусов Цельсия, то есть это очень низкая температура. Этого мы тоже были недовольны, нам было недостаточно, поэтому мы взяли нашу воду и отправили в московскую лабораторию. К сожалению, лабораторий достаточно мало. который меряет этот бисфенол, и в Кирове это померить невозможно. Мы отправили ее в Москву и получили значение, которое нас порадовали, что в воде, в принципиально чистой водовоз русского села, бисфенола нет. И на этом мы действительно успокоились до очередного анализа, который мы будем делать регулярно и убеждаться в этом. Почему еще заговорили про пластик? Потому что сейчас, когда мы говорим о раздельном сборе мусора, это касается и бытовых отходов, и отходов, которые производит разные организации, все-таки разные виды пластика нужно уметь сортировать по-разному. Ну и, собственно говоря, когда ты что-то покупаешь, ты должен уметь отличить бутылку из пластика, которая перерабатывается, от бутылки из пластика, которая не перерабатывается. Леруа Мерлен вчера проводил мастер-класс вместе с коллегами, насколько я знаю, из управляющих компаний Азбук Абыта для посетителей магазина по сортировке. Как это происходило? Я сейчас задаю вопрос Сергею Хорошему. Ну, смотрите, то есть Леруа Мерлен, мы уже несколько лет занимаемся раздельным сбором мусора непосредственно, ну и проводим также мастер-классы по раздельному сбору, то есть и обучаем людей, как и что разделять. То есть у нас есть специальное помещение, где проводятся эти мастер-классы. Для чего это происходит? Чтобы анимировать экосистему, на данный момент, которая у нас сейчас происходит во всем мире, для того, чтобы разделять мусор, что для дальнейшей его переработки. Что значит анимировать? Ну, рассказывать. Не просто брошюрку выдал, а чтобы человек услышал и сделал. Да, из уст в уста, как говорится, чтобы это было всё видно. Ну и также при входе в наш гипермаркет, вы можете видеть, стоят контейнеры для сбора батареек и лимитинских ламп. Что ещё делает Леруа Мерлен, чтобы позиционироваться как компания с ответственным потреблением? Смотрите, компания Леруа Мерлен, она мировая компания, и поэтому она довольно-таки ответственно подходит для добычи и использования и переработки древесины. Почему именно древесины? Потому что на данный момент очень много производственных компаний, которые занимаются поставками товаров для гипермаркетов, работают на древесине. И поэтому сейчас, на данный момент, в прошлом году, к примеру, для детей, для школьников, для студентов были проведены уроки по грамотности, значит, по экосистеме. Также для студентов разработаны квесты, чтобы действительно понимать, для чего вообще нужно следить за деревьями и также для сбора мусора раздельного. Вот эти все действия, это маркетинг? Нет, это на добровольной основе, это безвозмездно, это идёт для того, чтобы люди услышали и делали так, чтобы сохранить, грубо говоря, нашу Землю, нашу планету в чистоте. И на данный момент сейчас на постоянной основе будут проходить такие мастер-классы по сортировке мусора. Я ещё втоплю свои пять копеек. Года два или три назад участвовал просто в мастер-классе по изготовлению тёплых клеток, тёплых домиков для собак, мокрый нос. С сыном просто мы пришли, делали в Леруан Мерлен, расписали, оставили свою подпись, потом с удовлетворением увидел, что да, этот домик используется. То есть это тоже отношение к окружающим, забота об окружающих. Понятно, что маркетинговые, тайно маркетинговые тут инструменты заложены с точки зрения лояльности потребителей, но мы участвовали как волонтёры, нам было это классно, по кайфу. Леруа предоставлял возможности, инструменты и дерево. В конечном итоге получился классный продукт, который был передан в питомник для собак. Да, я снова обращаюсь к материалам, которые ты подготовил, раз ты их не цитируешь. Потому что то, что делает компания Леруан Мерлен, подтверждается исследованием, которое проводится во всём мире. По данным международного опроса, опрашивали 30 тысяч человек, и опрос провела компания Нейлсон в 60 странах мира. Доля ответственных потребителей, которые готовы платить премию за продукцию и услуги, предоставляемые социально-экологически ответственными компаниями, они тут представлены у нас сегодня, в среднем по миру составляет 55%. То есть уже перемахнули за половину населения. И эта доля постоянно растёт. Так, с 2011 года, по данным того же опроса, она выросла на 10%. То есть всё равно, раз запрос есть, с одной стороны, от населения, с другой стороны, появляются компании, которые этот запрос удовлетворяют, плюс он ещё ассоциируется с собственными какими-то внутренними потребностями, основателем, например, компаний, то понятно, что и товар продаётся твоей аудитории, и аудитория выбирает тебя, потому что вот ты исследуешь этим принципам, которые близки самому человеку. Но что касается компании МИКО, у нас сейчас две минуты до перерыва, мы начнём, то я помню тоже, вот мы сегодня все в воспоминаниях, я вчера рассказывала в этом туре, я помню, как я когда-то в первый раз побывала у Кати на, не знаю, как это можно было назвать, это была встреча в кафе, значит, меня туда кто-то пригласил, говорит, пойдём, пойдём, там, значит, будет рассказывать нам про ответственное потребление. Это был экозавтрак для СМИ. А, это был экозавтрак для СМИ, да. Я пришла, значит, в кафе весёлая, и там, значит, девушка красивая, вдохновлённая, рассказывает о том, как нужно выключать воду, пока ты чистишь зубы. И у меня, помню, такой перелив хохота, просто вот это вызвало смеха, неподдельного веселья. Я думаю, господи, что выключать кран, пока ты чистишь зубы? Я этот пример, Катя, всё время привожу теперь везде. Я подумала, что прошло всего не так много лет, меньше десятка, но тем не менее. И теперь ты уже выключаешь. Я просто, как вообще без этого жить? Как могла даже мысль возникнуть? Когда-то, что можно по-другому относиться к этим историям, к этим вот трендам ответственного потребления? Как можно представить себе месяц без новой одежды? Как можно представить себе, что ты там обувь будешь сдавать в переработку или в починку? Я там взрослый человек, какая починка? Это всё в Советском Союзе остались, вот те времена. И после этого же ты читаешь, что как на центральных, я не помню, Олег, тут же у тебя, по-моему, где-то в распечатке. Есть про обувь, которую ты сдаёшь и получаешь бонусы от компании. Ну, в общем, точно так же, как бытовую технику ты сдаёшь. Им как-то у нас была тема, помнишь? Переработающий комплекс в Подмосковье, который понимает эту технику, то есть реально она затем утилизируется. Да. И на центральных улицах крупнейших городов открываются там, например, секонд-хенды, только они там не секонд-хенды называются, а вторая жизнь вещей. Да, во Франции уже. В Марселе, да. В Марселе на месте бутиков, теперь на центральных улицах, где раньше располагались именно там бутики, предопорте или даже высокая мода. Теперь секонд-хенды располагаются. Теперь секонд-хенды. Да, но вот это вторичное возвратное таро, вторичное обращение, это вот тоже всё про Мико. Сейчас мы об этом расскажем. Но кроме этого, я бы хотела, чтобы ты рассказал ещё, как относительно ресурсов, которые потребляет предприятие, электричество, тепло, человеческие ресурсы. Да, как с людьми предприятие обращается. Да, вот Илья спрежу пример бухгалтерии. Бухгалтерии. То есть, извиня, развитие своего... Да, вот ещё про это, после короткого перерыва. Партнёр программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем тему ответственного потребления и говорим на эту тему с предпринимателями, которые уже кто-то встаёт на этот путь. Олег, можно я? Да, вот Илья Ильяс хотел рассказать как раз признание. Я честно скажу, да, потому что получилось так, что рядом с крутыми людьми, которые выключают воду при чистке зубов. И получилось так, что присоединили меня к ним. Я, честное слово, в начале пути, я признаюсь, когда я чищу зубы, вода льётся. Следующий шаг, когда будешь мыть голову, намыливать. Ты же выключи воду! Вода через 10 раз. Мне пока подумать даже страшно, но... Тут как в том анекдоте про еврея, позвольте, когда он приходит в гости, он просит 3 ложечки сахара, дома кладёт одну, так-то он любит две. Да. Вот так же, приходя в бассейн, ты не выключаешь воду, ну, не своя же вода, не ты, у тебя уже оплачено. Совершенно. А кто-то настолько экологичный, что на работе моет голову. Слушайте, ну, вот тут мне кажется, что есть некая доля лукавства, честно говоря, потому что если уж человек действительно ответственный на потребление, то неважно, где он эту воду употребил, это так ведь должно быть. То есть, что это значит, как бы я беру, дома, значит, я такой весь из себя экологичный и так далее, а на работу прихожу, а-а-а, и начинаю там во все тяжкие. То есть, ну, если уж быть принципиальным в этом вопросе, то, конечно, наверное, на мой взгляд, недопустимо принципиальным быть только в одном месте, как бы, а 100 метров от этого места, я уже, в принципе, не такой, то есть, это очень странно. есть такой список вообще одноразовых вещей, которых может не быть, например, бахилы, многоразовые. Я вот буквально для экскурсии вчера заказала эти бахилы, чтобы люди приходили и использовались многоразовыми. Я всегда ношу свои бахилы, когда езжу в аэропорт. Да, прежде, кстати говоря, на Мико, ты приходишь, у него там достаточно большое количество шлепок, которым можно просто переобуться. Да, кстати, в музеях во многих еще олдскульные эти шлепки, в музее-то можно. друзья, мне тоже хотелось мысль очень сказать, потому что дискуссия очень интересная. Мне кажется, что во всем должен быть баланс. То есть, действительно, если мы прям возьмем в рациональном потреблении, про которое мы говорим, сказано, что если это действительно без надобности, то есть, вот вода действительно зря льется. А тампление зря работает, надо перегревать. Ну да, лучше сберегать. О, это вообще, я про это могу часами говорить, да. Но, если действительно, например, есть риск загрязнения, и мы предохраняем каким-то образом себя или других. шпицы одноразовые, то все равно мы от этого не уйдем. То есть, есть вещи, которые необходимы. И это все равно некий баланс. Этот баланс, на мой взгляд, всегда должен выдерживаться, потому что иначе мы уйдем в некую другую крайность, некий экологический экстремизм, который, наверное, тоже ничего хорошего. в его проявлении. Ура! Мы сейчас посмотрим, как опыт экологического и ответственного потребления до чего довел компанию МИКО за 10-летний период. До чего довел душу, как не до чего. К чему привелся? К успеху! На самом деле, я с этим сталкивалась, что люди, во-первых, негативно воспринимают, когда ты говоришь, что надо делать так. Я говорю за то, что каждый из нас на самом деле экологичен. Просто кто-то ездит на велосипеде, потому что ему нравится, но в это самое время он экологичен, потому что он не на автомобиле. Кто-то выключает воду, потому что он тупо экономный и он считает там свои денежки. Каждый из нас экологичен. И надо просто понять, что тебе комфортно. Не надо ухудшать свою жизнь и не покупать себе обновку полгода. Да, давайте на предприятие перейдем. И получается, что точно так же на работе я понимала, что если я буду все только зажимать, и я сделала бизнес таким, чтобы люди, наоборот, смотрели, что бизнес успешный, что я хорошо выгляжу, не в секонд-хендовской супер потертой футболке пришла, а что можно быть экологичным, при этом хорошо выглядеть, хорошо зарабатывать. И тогда люди за этим тянутся, они хотят покупать этот продукт. Точно так же в бизнесе, что если мы разделяем на производстве мусор, отдельно собираем пластик, картон, а у нас производство, оно небольшое. И важен вклад как раз таких глобальных компаний, как Leroy Marlin. Я часто в Москве с глобальными корпорациями участвую на конференциях. Я рассказываю, что важен вклад и больших, но, может быть, в каких-то более сложно двигаемых историях, потому что у них смена закупки идет 10 лет, уход от поставщика, не экологичного пластика. Так и наша маленькая компания, например, тоже очень важен. И мы, например, каждый год, мы не сразу взяли и выключили воду, когда чистили зубы. Мы постепенно, мы сначала, например, сделали экологичную воду, рециркуляцию воды, использование в оборудовании. Зачем каждый раз выливать воду, которая просто нагревает котел. Второй шаг. Мы, например, стали подбирать эмульгаторы, которые связывают крем, маска, воду в одну эмульсию, приятную текстуру. Стали подбирать и тестировать те, которые без нагрева. То есть мы, соответственно, снижаем наши затраты на электроэнергию, а крем получается стабильный, хороший, приятный. Это натуральные эмульгаторы. Они еще, когда моешь оборудование, они экологичны для окружающей среды, для очистки. Потом мы стали, например, дальше думать. Нам нужно разделить электричество так, свет, освещение зон рабочих, чтобы когда тут работают, свет включен, окна большие, света много поступает, чтобы у нас все-таки было больше света без использования электричества. Мы, соответственно, сделали стеклянные стены. Таким образом, мы каждый год по чуть-чуть себя улучшаем. Никто не берется сразу в экстремизм. Это будет очень дорого. Катя, можно прерву? А чьи это предложения? Это такой кайдзен, и каждый имеет право предложить, или это твои идеи? Нет, это каждый год, конечно, и я очень рада. Вот в том году у нас такая команда управленцев пришла в компанию, которые стали именно больше сами даже предлагать и сами видеть. До этого было очень сложно. Может быть, это кировское сознание, может быть, у нас зарплаты были не такие высокие. сейчас у нас легче более опытных привлекать к сотрудничеству. Но это было все время, вот надо сделать так, интернет-магазин без скотча. Мы полгода не могли перейти. Что такое? Я пришла новая команда, я говорю, нам надо в этом месяце перейти на интернет-магазин без скотча. Вот те не могли что-то год перейти. Что такое интернет-магазин без скотча? Что такое интернет-магазин? Это специальные коробки. А вот коробки обычно скотчем заклеиваются. А у нас коробки, которые так закладываются, что там их не вскроешь. Потом, например, есть бумажный скотч. Внутрь у нас продукция стекло. То есть пока уйдет посылка из Кирова, наша косметика до Владивостока, то получается, что там стекло может разбиться. И мы ее стеклянные флаконы упаковываем картонными. Такими как бы заготовками. И, соответственно, тоже нам не нужна пузырчатая пленка. И меня удивляют, когда, например, я получаю какие-то интернет-заказы, и я вижу, что там все в скотче, в какой-то бумаге, потому что я-то давно уже в другом сознании. И вот как раз люди, которые приходят в компанию и помогают тебе улучшать эти бизнес-процессы, действительно, как мы еще работаем с сотрудниками. Не только сами люди уже более ответственно подходят к своей работе и помогают наш бизнес делать экологичнее. Но, например, я в том году сижу, говорю, слушайте, мы вот деревья садим со школьниками, экоуроки ходим со школьниками делаем, давайте там животных спасаем, там, дико-снежного барса, давайте еще что-нибудь для людей вообще сделаем, нормальных людей. Хоть там кровь сдадим, съездим. Не представляете, у меня через неделю 20 человек с производства поехали, кровь сдали. Зачем это все, Катя? Вот больше денег стало зарабатывать на этом или нет? Или наоборот, это затратка? Это на самом деле сплачивает коллектив, потому что каждый из нас любит чувствовать себя хорошим. Но вот одному пойти куда-то сдать кровь или там какой-то забег ночной устроить, да, а получается, что ты любишь бегать, а тебе тут команда подбирается, и мы за компанию МИКО бежим там ночной забег. Меньше текучка. Меньше текучка, да, мы практически не меняем. Вот единственное, что у нас бывает, нам нужен новый там топ-менеджер, да, какой-то, то есть с новыми навыками уже. А вот именно производственные там, слава богу, там менеджеры по продажам, мне у нас вообще почти нет. Вчера приходили, когда на экскурсию в МИКО, свет в большом помещении производственном горел только над теми местами, где в данный момент работали сотрудницы. Вот во всем остальном, в большом общем помещении свет не горел. И у нас мало того, что когда идешь по зоне, да, где товар вывозится на склад готовой продукции, там свет включается только там, где движение. Там где-то идешь. Датчики движения. Да. То, что, вот хороший вопрос от Олега, который, почему молчишь ты сегодня? Я слушаю, я просто развесил уши. Вы это самое. От Олега, мы же заранее все обсуждали, вот я сегодня в 6 часов утра прочитала вот полтора десятка страниц, которые Олег составил. Вот хороший вопрос на самом деле. Как до потребителя вы доносите, что ваша компания это компания ОПЭ, да, и рассчитываете ли вы, что вот вы эту нишу занимаете? Видите ли вы, что вот мы сейчас статистику привели, что растет количество потребителей, которые выбирают такой продукт, готовы платить премию за такой продукт, и вы должны им рассказать, что вот мы такие, мы, к нам придите. Это все вранье, на самом деле, я вам скажу, потому что на самом деле, когда проводят опросы и спрашивают тебя, ты готов заплатить там не 100, а 130 рублей? Он такой, я готов, я что, враг себе, своей семье? А когда ты в магазине говоришь, вот купи вот эту воду, ты что берешь вот эту вот, вот купи вот за 130 рублей, да, вот эту воду, вот без фенола, он такой, ну, как бы, да, да, но я потом. И вот на самом деле, когда мы были на мероприятии фонда дикой природы, я всегда, как пример, рассказываю, спросили, вот вы готовы там 50% за эко, там 80% аудитории, готовы 30% переплатить за натурально качественные продукты, органические, там 50% аудитории, там 10% переплатить, там 30% аудитории, вот, и это причем на фонде дикой природы, то есть люди уже осознанно им пришли. У кого дома стоит экологичное средство для посуды? 15% аудитории. И вот эти вот 15%, они поднимали руку, когда было и на 50% дороже, и на 100% дороже товар, да? Из них у половины этого нет. Они руки-то подняли 15%. Да, может быть, вот именно что. И я говорю, что мы все хотим быть хорошими, и поэтому, когда мы работаем и продаем нашу косметику, МИКО, да, или бытовую химию, пью работу, мы понимаем, что нас выбирают не потому, что мы экологичные. А есть узкая аудитория, процентов 10, которые говорят, да, МИКО, еще вот тут колпачок замените, еще вот тут вот уберите штучку. А еще мы когда вам, у нас же еще работает стеклотара повторная, да, то есть ты попользуешься косметикой МИКО, Возвращаешь тару, да. Да, нам приносят в наши магазины партнеры по городам России эту упаковку, да, и уже потом оптом отправляют нам наши клиенты, магазины. Вот. И на производстве точно так же мы ее потом стерилизуем, вот, и повторно используем, как в советские добрые времена. Нам это позволяет, опять же, экономить с одной стороны, с другой стороны, позволяет человеку, который действительно экоответственный, вот, почувствовать себя частью команды нашей, Что-то я насчет экономить, сомневаюсь, если учесть плечу доставки. Ну, У нас там рассчитана экономика, на самом деле, какой объем нам можно отправлять, чтобы это было и с точки зрения природы, производство этого флакона, да, или выхлопные газы, которые пока везут эту упаковку. Но на самом деле, у нас это рассчитано, какой объем мы принимаем, то есть мы не принимаем, там, три флакончика, да, это невыгодно, вот, а именно от уже наших оптовых клиентов мы принимаем стекло. Вот, но получается, что когда ты продаешь эту косметику, то ты понимаешь, что сегодня, может быть, да, тебя покупают просто за свойства этой косметики, а то, что вот этим шумом идет, что мы экологичны, что мы вот тут сделали, там, еще меньше, да, воздействия на окружающую среду. Вот, потому что, вот вы смеетесь, что, например, воду выключай, это крупная компания, когда я прихожу в Москве выступать. Я смеялась, больше не смеюсь. Нет, а когда я прихожу, там, например, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble сидят, да, я говорю, вот мы такие экологичные, они вот даже стоят, смеются и такие, чего вы там экологичные, да вы там как маленькая точечка в России, да, а вот у нас пять заводов, да, там, огромные заводы, потому что у меня площадь 3200 квадратных метров, вот, вы там что загрязните, да у вас ничего не загрязняет, вот, а у нас вот там крупные заводы, я говорю, в этом и смысл, что мы как-то вот такой драйвер, мы ваших сотрудников приходим и заряжаем, что это все не зря, они видят у нас наши идеи, да, вот, они тоже загораются и делают в целом мир России чуть-чуть экологичнее. Вот здесь хорошо поставить точку в первом части разворота на бизнес. Я благодарю Екатерину Маттанцеву, руководителя компании по производству натуральной косметики МИКО, Илья Саагаева, основатель и владельца компании Водовоз из Русского села и Сергея Хорошего, менеджера Леруа Мерлен Восток. Мы прервемся на новости тематические программы и рекламу, после этого будет смена состава спикеров и продолжим еще разговаривать про ответственное употребление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова